Добрый вечер всем, кто нас слушает. У микрофона Алексей Сорокин. Беседы о космосе. Возникновение жизни на Земле, пожалуй, самая главная загадка, разгадать которую никому не под силу. Теорий о ее происхождении великое множество, но какая из них единственно верная, попробуй разберись. Называются гипотезы о занесении жизни с космических тел, о ее спонтанном появлении, о химической эволюции и даже об инопланетном вмешательстве. Однако с уверенностью можно сказать, что жизнь – это самое настоящее чудо. И, вероятно, Земля – уникальная планета во всей Вселенной, где она зародилась. На эту тему мы поговорили с доктором физико-математических наук, профессором кафедры теоретической физики Ульяновского государственного университета, академиком Академии космонавтики имени Циолковского, руководителем лаборатории космических исследований Виктором Журавлевым. Насчет жизни есть две основных теории, если говорить глобально. Есть креционисты и есть эволюционисты. Согласно первой концепции, жизнь на Земле появилась благодаря Господу Богу, который там, мановением своей руки, создал всех животных. Правда, там это было в Библии расписано подням. От дня ко дню он там что-то добавлял, добавлял, ну и в конце концов где-то создал человека. Вот примерно так. Это вот согласно креационизму, такому исходному, что ли. Потому что есть немножко и другие версии. А вот вторая версия – это эволюционисты, которые пытаются объяснить появление жизни на Земле естественными причинами, связанными просто с неким набором физических, химических или каких-то там других законов, которые, по всей видимости, достаточно случайно привели к тому, что на поверхности когда-то еще только-только появившейся Земли появились сначала очень простейшие организмы, потом они стали развиваться, 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 и вот достигли того, что мы с вами сидим здесь и обсуждаем этот процесс. Но на самом деле каждая из этих версий тоже имеет множество разных вариантов. Скажем так, вот если говорить про креационистов, то сейчас можно под эту схему подогнать необязательно вот Господа Бога в том виде, как его описывает Библия. То есть некое такое высшее существо, которое все знает, все умеет, ну и когда-то пришло ему в голову вот где-то там во Вселенной создать жизнь. Можно предположить и другую схему, что жизнь зародилась где-то очень далеко и, возможно, тоже там каким-то способом непонятным, но сюда ее на Землю, скажем, занесли какие-нибудь высшие существа, которые прибыли там с других звезд, ну и каким-то образом случайно или наоборот намеренно занесли жизнь, и вот она здесь стала просто развиваться. Это такая гипотеза, она вполне себе тоже может рассматриваться. Другое дело то, что у нас пока нет никаких необходимых данных для того, чтобы вот конкретно что-то выбрать. Что касается эволюционистов, то опять же, да, вот эта схема, которую я только что сказал, она может быть реализована точно так же, да, вот есть такая теория панспермии, которая говорит о том, что вообще-то говоря, жизнь зародилась где-то, где-то, где-то очень далеко, в необозримом прошлом, а потом случайным образом была занесена с помощью, ну, каких-нибудь космических, как там иногда фантасты пишут, течений космических вот на Землю, ну и попав в благоприятные условия, стала развиваться. Вот эта теория тоже вполне себе годится. Единственное, что нужно только понять, насколько сложно вообще организовать вот то, что мы понимаем под жизнью, хотя вот в этом плане ходит очень много всяких вариантов, ну, скажем, определений. Дело в том, что мы видим жизнь только фактически в одном варианте. Что здесь наиболее важно, да, мы видим, что все живые организмы объединены одним общим генетическим кодом. Даже очень странные организмы, которые кажутся нам очень далеко отстоящими вот такой вот центральной тенденцией развития жизни на поверхности Земли, тем не менее, все равно они генетически мы все связаны. То есть, это означает, что есть какой-то механизм передачи наследственности, который опирается либо на ДНК, как для всех, так сказать, общих высших организмов, как правило, да, ну и там есть какие-то вирусы, которые там даже ДНК не имеют, но имеют какой-то РНК, значит. Это более такая мелкая молекула, которая тоже участвует в репликации генов, так сказать, играет очень важную роль во всех клетках живых организмов. Вот этот общность кода, это уже, конечно, говорит о том, что, наверное, источником жизни было что-то начальное, единое. А вот как оно попало на Землю и что с ним происходило, ну, в общем-то, довольно сложно сейчас говорить. Единственное, что еще можно сказать. Вот если опираться на Библию, то там, как считали раньше, время возникновения жизни, создания мира исчислялось там, ну, тысячами лет, не больше. Уже в XIX веке это было поставлено под сомнение, вот, скажем, когда там Египет изучали, то выяснилось, что когда начали датировать какие-то там события египетские, получалось, что время гораздо больше, чем то, что можно у себя воспроизвести в Библии, там, каким-то образом отчитывать. Насколько я знаю, даже католическая церковь какое-то время просто запрещала даже эти работы публиковать по датировке данных Египта, но в конце концов это пришлось каким-то образом все-таки отворить двери, и вся информация стала попадать уже в окружающую нашу среду. Но на сегодняшний день мы уже более-менее себе представляем, да, какие-то вехи. Ну, к примеру, что жизнь на Земле, скорее всего, появилась, ну, примерно 4 миллиарда лет. Тут, конечно, могут быть всякие еще нюансы, связанные с тем, что мы, может быть, что-то не так четко с помощью тех методов датировки, которые сейчас имеются, можем сказать, но я не думаю, что здесь очень сильные искажения. Ну, вот на сегодняшний день это 4 миллиарда лет назад, и вовсе никакие там не тысячи лет. Если что-то и происходило там, связанное с Библией, то это вот отодвигается очень далеко. Есть еще один такой момент. На сегодняшний день опять нам космология предлагает такой вариант событий, как большой взрыв, который отставлен на 13 миллиардов лет назад. По сравнению с моментом возникновения жизни на Земле или созданием планеты Земля и Солнечной системы, как сейчас достаточно надежно все-таки определено радиоактивным способами по распаду урана, 4,5 миллиарда. 13 миллиардов лет возникновения Вселенной. Основой современного представления о том, как с точки зрения эволюционистов развивалась жизнь, это так называемый естественный отбор, который предложил когда-то в качестве основного объяснения возникновения различных видов Дарвин. Но его теория тоже уже многократно менялась в связи с тем, что как раз приходили разные теории биологической эволюции, строения клетки, как там происходит все. Когда Дарвин что-то писал, он про клетки, наверное, толком ничего не знал, он просто видел виды и пытался их выстроить в какую-то там последовательность. Если сейчас вот просто считать, что все это происходило достаточно случайно, то, как утверждают некоторые биологи, время на случайный вот такой отбор должно быть очень большим, даже больше времени Вселенной. И вот тут тоже свои проблемы. То есть мы сталкиваемся со множеством различных точек зрения и проблем, так что ни одна точка зрения на сегодняшний день хорошего ответа не дает. Есть несколько, как я уже сказал, направлений, которые пытаются объяснить это. Очевидно, все связано с биологией. Биологи пытаются реконструировать весь процесс, найти способ или объяснить, как появилась жизнь, исходя из даже не биологических, а физико-химических законов, управляемыми обычными явлениями, которые описывает физика, ну, скажем, на уровне атомов и молекул. Там квантовая механика, какие-то химические законы. Затем они пытаются каким-то образом представить, как это могло вообще возникнуть, а потом пытаются уже дойти в обратную сторону. Скажем, мы видим клетки, живые организмы, видим историю палеонтологическую, которую тянут, как я уже сказал, до примерно 4 миллиарда лет, и каким-то образом дойти до того первого организма, который, можно было бы сказать, вот он самопроизвольно возник. Ну, вот как я себе представляю, слушал лекции, которые можно найти в интернете, в которой говорится так, что есть все равно разрыв. То есть между химией и биологией все равно остается разрыв и множество непонятных вещей. К этой же теме пытаются подойти с точки зрения космических идей. Может ли живой организм, пусть даже примитивный, какая-нибудь бактерия или какой-то вирус, что-нибудь в этом роде, в каком-то замороженном виде, споры какой-то существовать в космосе уже, конечно, не тысячи, а миллионы лет для того, чтобы вот с теми скоростями, которые в среднем соответствуют переносу пыли, газа в окружающей звездной среде, это миллионы лет. Вот может он перенести? Конечно, никаких достоверных данных по этому поводу нет, потому что ни одного такого события никто не зарегистрировал. Но, естественно, никто не может опровергнуть это, потому что мало ли какие обстоятельства. Все больше и больше открывается живых организмов, которые оказываются способными жить в таких условиях, которые обычные наши организмы просто вынести не могут. И огромная радиация, и холод. Вот оказывается, что это вполне возможно. Но тогда нам надо еще объяснить, каким образом споры могли попасть с поверхности каких-то тел, в которых они развились более-менее благоприятно. Но это какие-то катастрофы. Скорее всего, какое-нибудь падение гигантского метеорита на какое-то тело вдали от нас, находящееся на десятке и сотне световых лет. Тогда это как-то, наверное, можно себе представить. Выброс, хотя там температуры огромные. И вот когда все это смотришь, то оказывается, что вероятность таких событий тоже невелика. Но и тут играет еще тогда важную роль распространенность жизни. Если она очень сильно распространена, ну тогда этот процесс достаточно вероятен. Потому что если почти все звезды населены хоть примитивными, ну тогда понятно, что за миллионы лет можно добраться. За сотни тысяч каким-то образом оказаться втянутыми в другую систему, потом выпасть. Но если она распространена не очень широко, тот процесс становится опять крайне маловероятным, и нам придется тогда что-то пересматривать. Ну вот есть еще, как я уже сказал, вариант, когда есть какие-нибудь высшие существа, которые уже давно путешествуют по космосу, залетают то в одну систему, то в другую. Ну и, скажем, не очень заботятся о том, чтобы, так сказать, стерилизовать свои какие-то приборы, скафандры. Зашел на какую-нибудь планету, походил по ней, ну и, естественно, какая-то часть бактерий или каких-то примитивных организмов, которые на них находятся, попали в новую среду, какие-то выжили, и пошло развитие. Так что на сегодняшний день мы, к сожалению, не можем точно сказать, что же происходило. Но кое-что, конечно, есть такое, на чем мы могли бы сосредоточиться и хотя бы понять. Биологи со своей точки зрения пытаются, они уже далеко продвинулись, но, на мой взгляд, у них есть тоже серьезные достаточно проблемы, связанные, на мой взгляд, с тем, что биологи и химики оперируют такими явлениями, которые связаны именно с химией. Когда говорят о биологии, это многоклеточные организмы, скажем, множество одинаковых организмов в виде, скажем, множества бактерий. Поэтому все модели строятся на этом. В принципе, так наука и существует. Для того, чтобы что-то получить достоверное, нужно иметь возможность получать воспроизводимые результаты. Вот если вы в какой-то лаборатории при каких-то заданных условиях, которые нам понятны, воспроизвели какой-то процесс, и тогда любой другой человек его может воспроизвести в любой другой лаборатории, то становится ясно, что мы имеем дело с достоверным явлением, которое следует изучать. А вот когда мы доходим до уровня первой клетки, собственно говоря, с этого должно было бы начаться, вот тут возникают уже большие сложности. Это уже не химия, и, собственно говоря, и не биология, потому что нужно придумать способ того, как одна единственная молекула, ну пусть будет этот РНК, очень длинная, или там ДНК, которая содержит информацию, может сама по себе создать вокруг себя такие условия, что она начнет просто реплицировать. Какие-то объекты, очень похожие на себя, чтобы появилась вот возможность развития аналогичных организмов. И вот тут возникает большая сложность. Ну, к примеру, мы знаем, что в основе этого кода, биологического, лежит аминокислоты. Их насчитывается порядка 20, но реально в кодировании РНК и ДНК генов участвует только 4. Значит, это вот некие буквы. Но себе можно представить, что если вы имеете кучу букв, вы можете сами их там нарисовать, нарезать, собрали в банку, потрясли, вывалили. Какова вероятность того, что они вдруг соберутся во что-то такое понятное, да еще и найдется способ это все время воспроизводить. Это совершенно просто невероятно. Все химические законы – это законы, относящиеся к огромному числу атомов, молекул. Биологически относятся к большому количеству одинаковых объектов тоже. Поэтому понять, как работает одна молекула или одна клетка, это, конечно, становится совершенно непонятным. И тут как раз приходят креционисты. А вот это, значит, некое высшее существо, которое вот когда-то где-то сидело, думало и придумало. Ну, а потом уже можно придумывать разные сценарии, как вот этот вот объект, который она придумала, как делать, вдруг начал распространяться по всему миру. Тут и фантасты поработали. У них есть множество тоже разных идей по этому поводу, ну, достоверно сказать довольно трудно. Виктор Михайлович, а какой теории вы придерживаетесь? На самом деле, честно сказать, я до сих пор не могу точно сказать, что следовало бы считать основой. Но вот то, что я сказал по поводу работы одной этой клетки, такое впечатление, что все-таки здесь какой-то разум поработал. Мы же до конца не знаем ни физических законов, которые управляют явлениями на микроуровне. Да, у нас есть квантовая механика, но она весьма специфична. Она построена таким образом, что предсказать, строго говоря, тоже поведение одной частицы практически невозможно. Там все случайно. И достоверным является только частота событий. Вот насколько часто появляется частица здесь, там или здесь. А каждый раз, когда вы пытаетесь определить, где она находится, это все случайно. Это как примерно подбрасывание монеты. Вы подбрасываете монету, каждый раз вы не знаете, не можете сказать, что выпадет, орел или решка. Но вы точно уверены, что если вы будете множество раз бросать, то примерно половина будет решек, половина орлов. Частота, она, да, она стабильна. А вот каждое явление отдельности сказать довольно сложно. Поэтому достоверных данных вот даже на этом уровне у нас нет. Но у нас сейчас есть такая наука, которая называется нанофизика или нанотехнология. Это как раз область вот на грани или промежуточек такой небольшой между явлениями, которые абсолютно случайны, описываются квантовой механикой, и областью, где работает классическая механика, то есть такие вот макрообъекты. И вот эта вот область, она тоже нами не очень-то еще пока изучена. И вот как раз в этой области и работают вот эти закономерности, которые описывают динамику таких объектов, как РНК, ДНК, вот этот процесс репликации. Потому что это ну крайне удивительная вещь с точки зрения вот таких макропроцессов. И попытка понять это вот только так, как сейчас пытаются это сделать биологи или химики, на мой взгляд, просто обречена. Мы же должны понять, как это сделали такое устройство, это буквально по-другому сказать довольно сложно, это устройство, что-то вроде компьютера, только на уровне вот очень маленького объекта, когда у вас есть какие-то специфические еще приспособления на этом уровне, которые считывают информацию. Из окружающего пространства нужно еще отобрать в нужный момент нужную молекулу, присоединить ее, или аминокислоту, присоединить в нужное место, а потом ждать, когда появится еще одна. А процесс работает очень быстро. Вот если посмотреть на то, как делятся бактерии, то это секунды удвоения, и у вас рост этих бактериальных сообществ просто колоссальный. За короткий промежуток времени они могут заполнить собой огромные пространства. И, на мой взгляд, все-таки здесь когда-то где-то кто-то поработал. Но также можно ведь к этому подходить и более широко. Вот представим себе, что нужно для того, чтобы вообще-то жизнь развилась в самом общем виде. Как мы сейчас себе предполагаем, да, собственно говоря, это и соответствует нынешнему состоянию Вселенной, да, это огромные пустые пространства, заполненные излучением, причем очень жестким, пространства в основном холодные, потому что температура повышается только вблизи звезд, а так это огромные пространства пустые, которые наполнены только какой-то пылью. А в начале, как мы себе представляем вот это начало нынешней Вселенной, вообще даже и звезд не было. Но мы отлично знаем, что уже во Вселенной работали законы, к примеру, законы всемирного тяготения. То есть, на самом деле, уже в структуру Вселенной была внесена какая-то идея или способ, каким образом в ней теперь есть возможность чему-то организоваться. Вот сила притяжения, она к чему приводит? Сначала тупо, каждая частичка медленно начинает подлетать к другой, просто за счет вот этой слабой очень силы тяготения. Но поскольку она действует очень долго, а температура во Вселенной, как мы сейчас представляем, тогда падала, то значит, скорости их падали, падали, в конце концов начали слепаться. В результате это привело к тому, что за сотни миллионов лет начали образовываться звезды. Первоначально в самой структуре Вселенной не было тяжелых элементов. То есть, это что был? Водород, гелий немножко, ну, чуть-чуть лития, немножко дейтерия, а тяжелых элементов практически не было. И только когда стали появляться звезды, тяжелые первые массивные звезды были просто огромными и сгорали очень быстро, вот в них, в недрах их начинали рождаться тяжелые элементы. Они выбрасывались в космос, заполняли теперь весь космос, опять начинали сжиматься. Вот считается, что наше Солнце, скажем, является звездой третьего поколения. Она сама состоит в основном тоже из водорода и гелия, но в ней уже присутствуют тяжелые элементы. А вот окружает ее уже планеты, уже содержащие очень тяжелые элементы. Ну, скажем, у нас в Коре есть уран, на основе чего мы там и делали заключение о возрасте. Он распадается в Свинецию, по соотношению там что-то можно сказать. Без этого просто не было бы жизни. Основными элементами являются углерод, азот, кислород, ну, еще там какие-то дополнительные. Ну, к примеру, если говорить про гемоглобин, у нас там железо обязательно. А это элемент, который точно может рождаться только внутри звезд. Но я уж не говорю про такие, как уран, золото, которые, как сейчас считается, могли рождаться только при очень колоссальных взрывах, когда сливаются там нейтронные звезды уже. Кто-то это придумал. Значит, если вот даже с этой точки зрения говорить, то можно сказать так, что вообще-то исходное представление о том, как должна была быть устроена Вселенная в самом каком-нибудь начале, это сплошной хаос, в котором ничего нет. Вот такая размазанная структура. И вполне возможно, что там не обязательно даже существование каких-либо законов, ну типа законов всемирного тяготения или каких-то там квантовых законов. Поэтому вполне возможно, что когда, ну уж как это, я уж не могу сказать, может быть, тоже случайно, появилось какое-нибудь сначала существо, которое за какие-нибудь колоссальные время там само развилось, потом начало наполнять Вселенную существами, которые ей нужны, чтобы жизнь распространялась. Ну, чтобы Вселенная сама себя увидела. До того, как появилось разумное существо, Вселенная себя-то и не могла увидеть. Наблюдателя нет, который бы осознанно смотрел и видел. Ну вот, на мой взгляд, это достаточная точка зрения. Не то, что убедительная, но она как бы объясняет кое-какие представления, так, чтобы без уж совсем каких-то завирательных идей, которые, ну, никак не связаны с возможностью вот вероятностных каких-то событий. Еще один такой закон есть в физике. Это второе начало термодинамики. Ну, оно по-разному может формулироваться, что тепло никогда не перетекает от более холодного тела к более горячему самопроизволью. Нужно совершать какую-нибудь работу. Ну, вот Больцман когда-то сформулировал ее в более таком общем виде, говоря, что в замкнутой системе энтропия всегда растет. То есть, хаос или неопределенность нарастают. Значит, отсюда можно было бы сделать вывод, что если нет какого-либо процесса, который бы сдерживал это, то жизнь не могла бы появиться. Смерть это распад, а жизнь это наоборот. Это собирание в некие структуры. Вот второе начало противоречит. Как у нас появилась жизнь на Земле? В таком самом общем виде. Есть Солнце. И вот Солнце, пока оно греет, оно дает нам приток энергии, который позволяет формироваться более сложным структурам. Значит, это ж надо было каким-то образом организовать. Вот, как я уже говорил, даже такой простой закон всемирного тяготения, но работающий безукоризненно, можно считать одним из проявлений какого-то высшего разума, который когда-то существовал или существует до сих пор. Но не обязательно он должен вмешиваться в каждую нашу повседневную деятельность и там что-то направлять. Так это или не так сказать довольно сложно, ведь такое существо не придет и не представится, скажет «Привет, я вот тот-то и тот-то». Хотя такие штуки вот фантастики иногда описываются. Поэтому это и критационизм, но и в общем-то и такой вот эволюционный подход. Видимо, в мире есть и то и другое. Можно так сказать, вот если предположить, что все-таки такое существо высшее было, которое организовало, для чего оно, скажем, взяло и сделало закон всемирного тяготения? А что без его уже участия мир стал структурироваться и в нем появилась возможность появления таких существ, которые начинают сами жить, смотреть на мир и каким-то образом его тоже формировать по-новому. Конечно, здесь одного закона всемирного тяготения маловато. Как мы сейчас знаем, нужны еще специальные законы того, как работает электричество. Электричество играет чрезвычайно важную роль в формировании каких-то структур на уровне атомов и молекул. А если еще глубже идти, там появляются еще новые силы. Вот этот набор законов, он уже устроен так, что можно без внешнего влияния какого-то формировать структуры сложные. Вот ядерные силы нам обеспечивают стабильность. Если вы чуть-чуть измените фундаментальные константы, то каких-то атомов вообще не могло бы существовать. Ну, или, скажем, там, наоборот, все было бы настолько устроено жестко, что, опять же, никакой эволюционности не было бы. нужно выбирать какую-то такую среднюю точку зрения. Но все равно вопросы останутся. Даже в этом случае. Ну, допустим, что существо есть, но как оно появилось? Вопрос останется. И тут я не знаю, как на и такие вещи отвечать. Ну, когда-нибудь мы начнем понимать более глубоко вообще, как устроен мир, и, возможно, наши представления кардинально могут поменяться. Ну, к примеру, в том плане, что мир может оказаться вовсе не трехмерным, как это нам сейчас кажется, и как нам об этом говорят органы чувств. А он может быть четырехмерным, просто мы по каким-то причинам не можем пока ощущать это измерение. А может быть пятимерным. Ну, физики сейчас много чего придумывают, но это скорее математика, чем какая-то реальность. Математика все-таки это разговор о возможном, об идеальности, о том, что может быть в этом мире. В этом плане математику можно рассматривать как язык написания проекта вообще всего мира. И вот в этом проекте есть масса возможностей. Даже больше того, что мы себя сейчас можем наблюдать в окружающем пространстве, поэтому физики уже и про десятимерное пространство говорят, иногда про 128-мерное, но в общем можно рассматривать любое. Математические конструкции сейчас это вполне себе позволяют, и можно думать, как там, что может быть, так что дальнейшее движение вперед всегда будет, наверное, сопряжено с какими-то совершенно радикальными изменениями. Даже возможно, что мы просто еще такой математики не знаем, а вот придумать что-нибудь более общее, чем там какие-нибудь пространства, и нам тогда придется вообще пересматривать наше представление о нашем мире. Наука идет вперед, не надо только уж совсем все догматизировать. Виктор Михайлович, а удивляет ли вас многообразие видов на Земле? Конечно. Это вопрос уже следующий от того, как появилась жизнь. Я уже сказал, проблема жизни состоит, как организовать работу всего-то одной молекулы. А вот когда мы говорим уже о множестве видов, то и тут, в общем-то, оказывается очень много сложностей. По всей видимости, мы тоже не очень понимаем, как происходит эволюция. Но поскольку единый генетический код, то в принципе мы дальше уже можем говорить, близко, наверное, к Дарвину, как происходит эволюция. Все-таки здесь есть вполне нормальная идеология, только другое дело, что, опять же, когда мы сталкиваемся с большими числами, какие-то вероятностные события, то опять возникают большие сложности. К этому еще примыкает проблема вообще возникновения разума. Когда-то на Дарвина страшно ополчились, что он сказал, что человек произошел от обезьяны. Ну, исходных-то не читал, поэтому в основном пользовался какими-то там пересказами. Дарвин-то этого и не утверждал. Вот если в современном виде сформулировать, наверное, вот эту идею, она как раз и заключается в том, что мы обладаем единым общим кодом, и наш код с обезьянами ДНК, она очень похожа. А произошли мы от обезьяны или не произошли, сказать очень сложно. Был ли такой эволюционный путь, или опять же прилетел какое-то существо и, как утверждают некоторые наши уфологи или те, кто занимаются палеоконтактами, вот прилетели люди со звезд, поработали над обезьяной говорящей и придали вид, который смог организовать им какие-то работы. Ну, почему бы и нет? Такая возможность существует. Вот палеоконтакты там в плане показатели, что и такая возможность может быть. Отвергнуть ее невозможно, но и прямых доказательств нет. Хотя множество эпосов рассказывает о том, что вот именно боги каким-то образом дали людям, ну, как Прометей огонь, кто-то там научил людей земледелию строить корабли или еще что-нибудь такое, как у египетских богов. Отвергать и то, и другое просто невозможно. А вот разнообразие видов, да, оно колоссально. Но с точки зрения, вот если просто не заботиться о времени, за которое это могло произойти, то, в принципе, это понятно, потому что разнообразия в условиях очень много, а взаимодействие видов приводит еще к тому, что это разнообразие должно все время увеличиваться, потому что нужно приспосабливаться то к этому, так к этому, вдруг у вас не было, не было, а вдруг из каких-то краев прилетела какая-нибудь птица, которая быстро организовала жизнь, и надо будет приспосабливаться к ней. Мы даже на своей истории уже не раз сталкивались с такими вещами, как завезли кроликов в Австралию, а они там сожрали всю траву, и потом это было бедствие страшное, они там отстреливали. Какая-то там была еще история с орхидеями, их привезли из южных стран, они взяли все каналы где-то в Европе, заросли сделали, так что стало непроходимо, приходилось с этим бороться, ну и так далее. жизнь обладает какой-то мощной пробивной силой, что мы можем наблюдать каждый день, идешь по более-менее старому асфальту или плитке, и сразу видишь, что между этими щелями пробивается травка, цветочек, в горах, на какой-нибудь голой совершенно скале вдруг растет хилое деревце, семечко попало, и оно старается из-за всех сил вырасти, поэтому, конечно, в этом плане жизнь имеет колоссальную пробивную силу, при такой пробивной силе естественное разнообразие будет поддерживаться. Другое дело только вот каким образом все-таки за короткое время удается развиться вот такому множеству видов с очень сложным поведением, даже еще не разумным, я уж не говорю про разум. Напоминаем, что мы беседовали с доктором физико-математических наук, профессором кафедры теоретической физики Ульяновского государственного университета, академиком Академии космонавтики имени Циолковского, руководителем лаборатории космических исследований Виктором Журавлевым. Вот и все на этот час. С вами был Алексей Сорокин. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok